Недаром дети любят сказку, ведь сказка тем и хороша, что в ней счастливую развязку уже предчувствует душа, и на любые испытания согласны храбрые сердца, в нетерпеливом ожидании благополучного конца. Сказки мы любим за то, что в них нет непоправимых несчастий, особенно в этом плане интересны волшебные сказки, в которых злые люди и чудовища наказываются, а простые и несчастные герои удачливы и счастливы. Польская народная сказка «Благодарная змея» относится к волшебным, так как в ней действуют реальные и волшебные герои. Происходит удивительное превращение. У героев есть волшебные способности. Познакомьтесь со значением некоторых слов, которые встретятся в сказке «Благодарная змея». Решето – хозяйственное приспособление с мелкой сеткой для просеивания муки. Кауры – светло-каштановый, рыжеватый окрас лошади. Пурпурный – цвет, который получается при смешении красного и фиолетового. Внимательно читая текст сказки и рассматривая иллюстрации, постарайтесь самостоятельно определить значение слов. Охапка, лебеда, ряска, можжевельник, скипетр, корчма, челядь. Откройте учебное пособие на странице 26. Поставьте видео на паузу и прочитайте сказку «Благодарная змея». При чтении обратите внимание на то, как характеризуют героев их поступки. Какие чувства вы переживали при чтении сказки? Кто из героев вам понравился, а кто не понравился? Предположите, что Бартек отвечал людям, когда они спрашивали у него, а какая от уточки польза, если она даже яиц не несет? Проверьте, правильно ли вы поняли значение слов. Охапка – это ноша, которую можно унести, обхватив руками. Лебеда – сорное травянистое растение. Ряска – крохотные растения, плавающие на поверхности воды. Можжевельник – вечно зеленое хвойное дерево или кустарник. Скипетр – жезл, украшенный драгоценными камнями, символ власти. Корчма – место, где посетитель мог купить напитки, еду и переночевать. Челядь – так называли прислугу. Выражение «горе мыкать» означает бедствовать, испытывать лишение и нужду. Давайте проанализируем поступки героев. Как вы думаете, почему Бартек помог змее? Почему, пригласив короля к себе домой, он не смог до конца оставаться гостеприимным? Почему услуги отняли у короля корону и скипетр? Поставив видео на паузу, расскажите, как был вознагражден Бартек. «Благодарная змея» – это сказка о бедном христианине с добрым сердцем, который с любовью выходил в серую уточку. Он помог царице змеиной, а та отблагодарила его, наградила волшебной силой, пригодившейся, чтобы наказать властного злого короля. Лучше понять героев сказки, вам помогут их характеристики. Прочитайте характеристики вместе со мной и подумайте, кому из героев принадлежит каждая из них. Бедный христианин, добрый, жалостливый, готов помочь в трудную минуту, трудолюбивый, гостеприимный, справедливый. Я ее вырастил, выкормил, от ястреба спасал, от голода укрывал. Она со мной горе мыкала, пусть теперь доли счастливой отведает, во дворце поживет, говорит он о буточке. Следующий герой считает, что врага может одолеть в два счета – злой, властный, но трусливый. Не держит своего слова, пользуется своей властью над другими людьми и обманывает их. Кто из героев точно собачонка бегает, да весело покрякивает, любит хозяина, всегда бежит ему навстречу, пережила много бед и лишений. Благодаря Бартаку избавилась от чар злой волшебницы и зажила припеваючи в царском дворце. Другая героиня, важная особа, но благодарная, одарила Бартака волшебной силой, которая пригодилась ему в трудные минуты. Главную мысль в сказке «Благодарная змея» отражает одна из пословиц. «На свете не без добрых людей, беден да честен, делай добро и жди добра, но чужой каравай рот не разевай. Как вы думаете, какая?» Согласны ли вы с моим выбором? Как вы считаете, каким лучше быть, добрым или злым? Поясните свой ответ. Быть добрым значит понимать и своих близких, и других людей, заботиться о ком-то, помогать, оберегать и поддерживать в трудные минуты. Добрый человек всегда окружен друзьями и знакомыми, а злой, не привыкший делиться своей заботой и теплом, чаще всего остается один. Это случилось и со злым королем из сказки «Благодарная змея». Так происходит и в жизни. Перечитайте польскую народную сказку «Благодарная змея». Поставьте видео на паузу и восстановите последовательность происходящих в ней событий. Проверьте себя. Первая часть – «Барток и уточка». Вторая – «Поход Бартока за ряской». Третья – «Встреча со змеей». Четвертая часть – «Спасение змеи». Пятая – «Волшебная сила». Шестая – «Встреча с королем». Седьмая – «Опасность для уточки». Восьмая часть – «Троекратное применение волшебной силы». Девятая – «Предложение стать королем». Десятая – «Заключительная часть» – «Превращение уточки». Подробно перескажите те части сказки «Благодарная змея», которые вы считаете наиболее важными.